Приветик, мои дорогие подписчики! Я хочу посмотреть вместе с вами новое интервью Петра Толстого, которое он дал французскому изданию. Я видела, что уже многие каналы выставили его в переводе, но я его еще не смотрела. Кроме того, я видела реакцию американского блогера на это выступление, поэтому мы сначала с вами посмотрим в переводе. Искусственным интеллектом, ребята, я не перевожу с французского, извините. Есть ли претензии к переводу, но не обижайтесь, я не перевожу. Это переводит искусственный интеллект, поэтому будут паузы между какими-то фразами, сегментами. Держите себя в руках, все будет хорошо. Я потом постараюсь отредактировать по максимуму. И следующее после этого интервью мы посмотрим реакцию. Которую я говорила, американского блогера, он достаточно интересный. Я первый раз вижу, что американские блогеры каким-то образом обнаружили это видео на французском и вдруг перевели, обычно этого не происходит. Только если они видят где-то на английском перевод, тогда они переводят. Тут, видимо, может попался какой-то человек, либо он перевел, либо он вообще следит за нашим Петром Толстым, либо, может быть, ему попался где-то уже перевод на английский. Я, в общем, удивилась, что вдруг реакция американского блогера. Но это было очень интересно, поэтому не переключайтесь. Давайте посмотрим интервью. Если вы увидели, уже пролистайте и найдите, где будет вторая часть реакции вот этого блогера. Мы посмотрим, но начинаем смотреть. Опять-таки, повторяю, что перевод — это искусственный интеллект. Петром Толстым, вице-спикером Госдумы. Расскажи нам немного, Джереми, контекст интервью и в некотором роде подготовь нас к тому, что мы собираемся услышать. Несколько дней переговоров, потому что Петр Толстой не любит, когда его нет в прямом эфире. Он, очевидно, осуждает цензуру, которая будет действовать у населения. До сих пор он общался в нашем эфире напрямую по видеоконференц-связи. Это первый раз, когда он выступает с французской командой, которая приехала сюда в записанном виде. Он согласился встретиться с нами прямо здесь, где мы находимся с Этьеном Грелли. На заднем плане Кремль и Красная площадь, где Владимир Путин выступал на следующий день после своего триумфального переизбрания. Это место встречи по атмосфере и настрою. Вы увидите, что это было очень, очень холодно, очень тревожно. Этот человек уверен в том, что он думает. Он Франция, и он желает нам этого очень, очень много зла. Если бы мы послали французов на Украину сражаться с нами, мы послушаем, что он нам скажет. И вот первая часть этого интервью. Привет. Привет, Джереми. Приятно познакомиться. Приятно познакомиться. Это хорошее место для встречи? Это хорошее место. Да, да. У нас за спиной Кремль. У нас есть только время. Там нет солнца, но все в порядке. Все в порядке. Здесь почти так же романтично, как и в истории наших российско-французских отношений. Это две страны, которые хорошо знают друг друга. И вы в хорошем положении для этого знаете, поскольку вы правнук Льва Толстого, написавшего «Войну и мир». Так что эти отношения идут вверх и вниз. Ты что-нибудь об этом знаешь? Ты же знаешь, русские всегда недовольны тем, что в «Войне и мире» первые десять страниц – это французский. Они говорят, ну что это такое? Что теперь не так между Францией и Россией? Почему это больше не работает? Это больше не работает. Потому что французы подумали, что они имеют право давать уроки русским. У них есть. После окончания Холодной войны они вообразили, что выиграли Холодную войну с американцами. Они забыли историю Европы, историю континента, и я говорю не только о наполеоновских войнах, но и о последней войне, например. Сегодня, когда господин Макрон говорит, что отправит солдат в Одессу, мы должны напомнить ему, что последнюю Великую войну в Европе Франция вела 40 дней против нацистов и русских. Они продержались 4 года и выиграли войну в Берлине. Я хочу очень прямо сказать, что идея отправки французских солдат на Украину закончится гробами в Орли, покрытыми триколором, и не Макрон собирается их забирать. Значит, французы, они должны понимать последствия, это рано. Расскажите нам немного о нас, потому что вы нас очень хорошо знаете. Вы прекрасно говорите по-французски, вы учились во Франции, вы были... Да, да, я частично учился во Франции и тоже работал во французской прессе, здесь, в Москве, в 90-х. Так что Францию вы знаете, вы ее любили. Что дальше не так? Почему ты нас больше не любишь? Но почему я должен любить тебя? Ты слышал о 19 тысячах санкций против моей страны. Ты ведешь экономическую войну, ты лжешь о России каждый день на БМ. Так это реакция разочарованного любовника? Нет, но ты распространяешь рассказы о войне на Украине, которые для нас совершенно немыслимы. О вещах и всех провокациях, которые за эти два года уже прошли в прессе против России, и которые создают образ русских, как людей, которые едят детей по утрам. Кошмар. Так, слушай, у нас нет. Нам нравятся Франция и французы, но мы не можем с этим смириться. Что пошло не так с нашей моделью восхищения Путиным? Противопоставь российскую модель модели Запада, которая была бы декадентской. Что такое декадентство у нас, французов? Посмотрите на свое правительство. Можем ли мы действительно в 21 веке думать, что это не декадентство иметь таких особенных людей? Что вы под этим подразумеваете? Правительство. Ссылается на то, что наш премьер-министр Габриэль Аталь. Я имею в виду, что сегодня Франции управляют с одной стороны извращенным. Быть геем значит быть особенным, даже извращенным? Совершенно верно. Для нас да, абсолютно. Но это не так. В России нет гомосексуалистов? Нет, конечно, они есть, но их нет в правительстве. Которых защищают. Могут ли геи в России жить свободно и защищать? Их частная жизнь защищена, но они не имеют права на открытую пропаганду своего образа жизни. Тот факт, что у нас есть открытый гомосексуальный премьер-министр Габриэль Аталь. Для вас это часть того упадка, который вы описываете на Западе. Это так. Быть геем это проблема? Послушайте, нет, это деградация европейских лидеров. Посмотрите сегодня, с кем нам приходится иметь дело. С Шольцем, с Макроном, с Боррелем и так далее, и так. Это люди, у которых нет даже представления о том, что они собой представляют. Слово. Они не могут сдержать слово. Что тебе в нас нравилось? Чего ты больше не находишь? Ты, который так часто бывал во Франции, что тебе нравилось во Франции? Чего ты больше не находишь сегодня? Послушай, мне очень нравится Франция. Мне нравится культура, мне это нравится. Я очень сожалею, что не смогу привести своих детей на открытие, я не знаю. Показать Париж и так далее. Да потому что вы скорее хотите отправить ядерную бомбу в Париж прямо сейчас. Об этом скорее идет речь? Конечно. По российскому телевидению подсчитывают, сколько времени потребуется, чтобы добраться сюда, в Париж. По словам Соловьева, две минуты. Не две минуты, чуть больше, но... Ты начал просчитывать планы? Да, конечно, мы это просчитываем. Потому что, вы знаете, для нас это то, что исторически важно для России. Это обеспечение безопасности страны. А что, когда страны НАТО, в том числе и Франция, размещают ракеты у наших границ и хотят разместить ракеты на Украине, вступая в НАТО на Украине? Так что для нас это недопустимо. Это была первая часть этого интервью. Вторая через минуту, которую мы, очевидно, обсудим. Мы, очевидно, ответим на то, что говорит Петр Толстой, через минуту. Но, Жереми Норман, я вернусь к вам в Москву. В этой первой части есть все. Упадок Запада, гомосексуализм Габриэля Атталя, ложь Парижа и, кстати, Бэйм, а также то, как это было на самом деле. Ядерная угроза. У нас есть сжатое изложение. У нас есть лучшее, если можно так выразиться, из российской пропаганды. Да, но он спринтер. То есть, едва камеры были включены, рукопожатия были адресованы. Он собрал этот поток, этот поток угроз, оскорбления, оскорбления. Очевидно, наша роль в том, чтобы дать ему слово. Мы должны дать ему слово противоречия, чтобы восстановить факты. Так что это то, что мы пытались сделать. Но на самом деле мы чувствуем его агрессивность. И он действительно хочет донести это чрезвычайно угрожающее сообщение. Когда сообщить нам более точное время, необходимое для того, чтобы ядерная ракета достигла Парижа? Это сказано с ледяной улыбкой. Я думаю, мы все это чувствуем, когда смотрим на это изображение. Он знает, что его идеальный французский нас дестабилизирует. Он знает, что его опыт нашей культуры тоже может сыграть свою роль. Действительно, это голос Кремля за нас, французов. И именно в таком настроении он согласился рассказать нам все эти ужасы. И мы вместе посмотрим вторую часть этого интервью, в частности, о ситуации на Украине и о том, что может быть отправлено в Сирию. Французские войска. Мы видели. Мы слышали здесь переведенные на русский язык слова Эммануэля Макрона. Вы внимательно следите за тем, что говорит президент Франции, больше, чем, например, канцлер Германии. Что, по словам Эммануэля Макрона, сегодня ощетинивает шерсть российской власти? Он первый среди европейских лидеров, кто напрямую затронул тему отправки наземных войск на Украину. И это заявление для нас очень тревожное, потому что оно приближает нас к Третьей мировой войне, прямо скажем. И это вы говорите об этой Третьей мировой войне, а не мы, французы? Конечно. Вы, французы, хотите прийти с солдатами в Одессу, русский город, вы, французы, провоцируете Третью мировую войну. Потому что после, я не знаю, 300-400 французов убиты, ваш президент окажется в ловушке. Он должен либо ускорить ход истории, либо увеличить присутствие войск, либо вывести войска. Вы говорите, что Одесса русская. Правительство, Кремль также говорят, что Донбасс русский. И кроме того, большая часть Украины была бы русской. Исторически, конечно, никто не оспаривает общую культуру между этими землями и Россией. Это не общая культура, это одна и та же культура, потому что это один и тот же народ. Но я, я как журналист, был на Украине с начала войны. Я встречался с украинцами, и все они говорят мне о своем желании держаться подальше от России, сохранять свою независимость, оставаться украинцами, а не становиться русскими. Ты слышишь этот голос украинцев, которые «оставьте нас в покое, мы хотим быть независимыми». Мы 30 лет ждали, когда эти украинцы перестанут делать глупости против 20 миллионов русских, которые жили на Украине. Запретить им их язык, запретить им образование на русском языке, запретить историю, к тому же общую, что у нас есть Украина и Россия. Украина – это моя страна. Мой прадед был мэром Киева. Это моя страна. И я не хочу, чтобы моя страна стала нацистской страной, как сегодня. Но все меняется. Некоторые. Я не хочу, чтобы моя страна говорила на другом языке, и я не хочу, чтобы моя страна была базой НАТО для ракет, направленных против моей страны. И я не хочу, чтобы моя страна Украина оставалась под диктатурой западных стран и НАТО. Ребята, а вот как вы думаете После того, что вы прослушали Вот эту вот часть интервью Как вы считаете, Петр достоин Чтобы быть президентом в будущем Мне кажется, что К нему нужно присмотреться Владимир Владимирович, если у него есть список Лиц потенциальных Вот на будущее президентское кресло То я думаю, что Петр должен быть в числе Этих вот избранников Он прямо натурально Восходящая звезда на политическом Небосклоне, может не восходящий Он занял свое место, но надо его Может быть Рассматривать более тесно, более плотно Мне вот он, знаете, очень нравится Напишите в комментариях, как вы думаете Какое ваше мнение по поводу Кандидатуры Петра Толстого На должность будущего президента России, вот ваше мнение Я вот из всех Как бы потенциальных кандидатов Вот еще Ну, может быть, Федоров Вот мне нравится он как политик Кого вы еще, вот вы считаете Можно было рассмотреть В плане политического, как бы, лидера Но Петр Просто Вот буквально, знаете, Крем а ла Крем Да, то есть Сливки Сливки Вот из тех, кого можно было рассматривать Но смотрим дальше Никогда не будет существовать Для нас это экзистенциальный вопрос И мы не собираемся останавливаться Мы не собираемся выводить войска Мы не собираемся притворяться, что мы есть Мы не верим Мы больше не верим в соглашение с европейцами Мы больше не верим в соглашение с американцами Мы собираемся гарантировать нашу безопасность до такой степени Чтобы это было решено Владимиром Путиным Который является президентом России И, следовательно, в тот момент, когда это произойдет Когда это произойдет Мы скажем, что остановимся Будет еще одна конференция по безопасности в Европе Такая, как конференция в Хельсинки или Ялте Все просто Сам президент Франции отказывается, чтобы мы дошли до этой ситуации И? Нам плевать на его мнение Тебе все равно, что говорит Эммануэль Макрон? Именно так И когда он говорит вам, что в конечном итоге Готов не устанавливать для себя никаких ограничений Нам плевать на его границы Нам плевать на Макрона На то, что говорит Макрон Нам плевать на границы Макрона И мы собираемся убивать Франция остается ядерной державой Вы это имеете в виду? Совершенно верно С двумя сотнями ракет И поэтому... Не, ну, ребята, вы это слышите? А, наверное, поэтому теперь все блогеры начали это интервью разбирать Я теперь понимаю, почему Почему даже американские блогеры начали разбирать? Наверное, это шума он наделал приличного Ну, знаете, в этом высказывании он напоминает мне Медведева на стероид Обычно у нас Медведев, который говорит Все, вам всем хана И не наша большая красная кнопка Ну, Петр просто вообще молодец Мы убьем каждого французского солдата, который придет на украинскую землю Всех Потому что на сегодняшний день во время конфликта на Украине Насчитывается 13 тысяч наемников Из которых 367 французских И из которых 147 уже убиты Значит, на Украине убито 147 граждан Франции И мы видим, как убивают всех Не волнуйтесь Вот и все для этого интервью Конец? Все равно немного Да, мы согласны, что мы беспокоимся Так, ребята, здесь, значит, смотрите, что я хотела сказать Значит, во-первых, про Макрона Сейчас мы послушаем, не переключайтесь Мы сейчас посмотрим, что сказал вот американский блогер, да? Реакция Но я, значит, хотела вам зачитать по поводу Макрона Макрон, он давно было известно, что он ставленник Ротшильдов А если он ставленник Ротшильда, значит, он ставленник глобалистов Вот этого Шваба и Соросовской Вот этой всей глобальной мафии и так называемой Дипстейт, да? Вот смотрите, я прочитала про Макрона Макрон начал свою карьеру на государственной службе в 2004 году В качестве финансового инспектора Министерства экономики и финансов Франции Спустя 4 года он выкупил свой государственный контракт за 70 тысяч долларов США Чтобы войти в частный сектор Друзья предупреждали, что этот шаг поставит под угрозу любые будущие политические амбиции Но, тем не менее, в 2008 он начал работать на банк Ротшильда Во французском отделении международной финансовой группы Ротшильдов В качестве инвестиционного банкира То есть, смотрите, он уже просто по полной программе у него рельса уже в пушку Потому что, как только ты начинаешь работать на Ротшильдах То есть, это открытые источники Это уже не слухи Это я вам зачитываю с его биографии публичные Значит, он уже... Это если Ротшильд, значит, он уже все, пошел он в эту глобальную штуку И есть интервью Клауса Шваба На одном из его выступлений Где он сказал, что Макрон Это одна из его надежд Он его ставленник И он один из вот таких вот молодых глобальных лидеров И он и Трюдо И что в кабинете его и Трюдо 60% уже ставленников Вот этого Давосовского форума Всемирного экономического То есть, это, значит, просто шавки Шваба и Ротшильда Дальше, смотрите, пишут, что Макрон быстро продвинулся в компании Ротшильда И в 2012 году выступил посредником По приобретению детского питания Нестле и Файзера за 12 миллиардов долларов То есть, я поняла, что Файзер купил Тут перевод так сделан, что непонятно Я думаю, что Файзер, видимо, приобрел у Нестле Подразделение по детскому питанию За 12 миллиардов долларов Сообщается, что Макрон заработал за свою роль в этой сделке Около 4 миллионов долларов Сейчас я вам скажу, кто кого купил на английском Потому что на русский перевели Так, in 2012 he brokered Nestle's blockbuster 12 billion acquisition of Pfizer А, Нестле купил Несле купил у Файзера baby питание подразделения Вот перевел искусственный интеллект на русский Ребята, надо реально само переводить Если читать то, что переводит искусственный интеллект Вообще ничего не понятно Но, значит, он приобрел Помог приобрести Несле у Файзера детское питание Но неважно, дофига денег заработал Смотрим теперь реакцию американского Американского журналиста Этот канал большой У него Ричард Мэдхартс У него 224 тысячи подписчиков И мы начинаем смотреть, ребятки Что, какая реакция у него на интервью Петра Толстого Этот ролик был показан всего несколько часов назад По французскому телевидению И там есть интервью, которое они взяли У заместителя председателя Государственной Думы Которая является российским парламентом И я должен сказать, что его французский Является образцовым Он очень, очень хорош Он говорит почти идеально, как местный житель И я собираюсь перевести то, что он говорит Это невероятно Честное слово, просто невероятно Ладно, держись, поехали Нам плевать на его мнение Он говорит о Макроне Это Эммануэль Макрон А потом журналист говорит, что тебе все равно Тебе насрать на то, что говорит Эммануэль Макрон Он говорит, что да, именно так А как насчет того, что нужно сделать, чтобы устранить ограничения? А потом, когда он скажет Журналист спрашивает его И когда Эммануэль Макрон, президент Франции Говорит, что он готов Ну в общем, вы знаете, рассказать о войне в Украине Чтобы просто избавиться от всевозможных ограничений И просто выложиться на полную катушку Ты знаешь? По сути, это угроза Он говорит, что нам все равно Нам буквально все равно Я хочу поговорить с Макроном Я хочу поговорить с Макроном Я хочу поговорить с тобой Нас не волнует пределы возможностей Макрона Нам плевать на Макрона Нам плевать на то, что говорит Эммануэль Макрон А потом он говорит Журналист говорит, что Франция ядерная держава А потом он говорит Да, примерно с 200 ракетами Не забывай, что у русских, я думаю, самое большое количество ядерных ракет У них, безусловно, самое лучшее оружие в мире Мы убьем каждого французского солдата, который придет на Украину Вот что он сказал Это Украина Потому что прямо сейчас в Украине идет война Там находятся 13 наемников, из которых 367 тысяч, 367 являются гражданами Франции И из них 147 уже убиты В Украине Таким образом в России было убито 147 граждан Франции В Украине 147 человек Вот мнение, которое высказывает весь мир Я нахожусь в карантине с сентября по сентябрь для граждан Франции, Украины и других стран мира Убей всех Инквита спас Я вижу угрозу со стороны всего мира и австралийских шифров в том, что касается меня Я утверждаю, что ты в безопасности Этот журналист, он не смог бы Даже эти двое не знают, что сказать Они такие, да, в основном они говорят о цифрах Так что, пожалуйста, подпишите контракт с Патриком Токинто Я имею в виду, что я люблю его Я люблю его Франция просто великолепна Он действительно очень хорошо говорит по-французски Ты же знаешь, что французский это так На днях у меня с одним человеком был спор на эту тему Мы говорили о французском языке, о статусе французского языка на сегодняшний день И знаешь, я по сути хотел сказать, что английский, очевидно, самый лучший И в этом есть ирония, потому что термин lingua franca, который означает общий язык, в переводе с латыни означает французский язык Так что это немного иронично, но я говорил, что английский это lingua franca Это преобладающий язык в науке и литературе, в международной политике и во всем остальном Так оно и было Этот человек сказал мне, что ну ты знаешь, конечно, он до сих пор хорошо воспринимается в интернете Конечно, в дипломатических кругах умение говорить по-французски является дополнительным бонусом Это все еще считается чем-то особенным И я сам говорю по-французски Я говорю на нем бегло Я получил образование на французском, но я все еще думаю, что это уже не имеет того значения, как раньше На самом деле это не так Но да, ладно, в этом все еще есть какая-то изюминка Но я говорю это потому, что этот парень очень хорошо говорит по-французски Он либо жил во Франции, либо получил там какое-то образование Этот парень действительно очень хорошо говорит И это так приятно не только слышать, как он хорошо говорит по-французски в целом, но и то, как он говорит Мне нравится быть таким, как вы, ребята, знаете, я люблю смелые, прямые, откровенные, честные диалоги А он прямо сказал, ты не приедешь в Украину Мы убьем тебя нахрен Именно так нужно разговаривать с империалистами, потому что они понимают только насилие И это очень прискорбно Я определенно сожалею об этом, потому что не хочу, чтобы мир был таким Я бы хотел, чтобы это было более дипломатично с иронией Но знаешь, они действительно не понимают Империалисты, сионисты, захватчики, воры, преступники, которые пересекают океаны, небеса и моря, чтобы завладеть имуществом других Ты можешь смело приписать это мне Они самые большие преступники на планете И, к сожалению, дипломатия с ними не работает Это очень, очень печально, потому что таким образом можно было бы спасти множество жизней Войны на Украине можно было бы избежать Весь палестинский конфликт мог бы быть уже разрешен Я имею в виду, что то, что палестинцы просто отдали половину своей земли, было возмутительно, честно говоря И все равно этого было недостаточно Для них этого никогда не бывает достаточно, потому что они воры Именно так поступают империалисты, и именно так с ними нужно разговаривать Это превосходно Джей Эдор Ну вот, вы посмотрели, да, это реакция, о которой все говорили Смешная реакция, я теперь на этого блогера подписалась Если будут еще какие-то у него реакции на наших блогеров Либо на наши политические деятели каких-то То я думаю, что я буду как бы дальше озвучивать его мнение Потому что он явно что интересуется Знает французский, значит образованный Какой-то, ну видите, интересный, такой грамотный человек Вот, в общем, оставьте, пожалуйста, в комментариях еще раз Ваше мнение по поводу, что вы думаете насчет кандидатуры Петра Толстого на пост будущего президента России Я говорю, что я его обожаю И я думаю, что с него может вырасти очень хороший лидер страны Вот, вы напишите, что вы думаете И смотрите мои следующие видео Будет еще несколько очень интересных обзоров На американских политиков в ближайшее время Лайк-лайк Всех люблю Всех целую Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok